матушки рядом с пустынниками монахиня ольга схеме виталия никто не видел как она молилась рассказ рабы божьей валентины город сухом записанной в июле 2015 года расскажите о матушке о ее жизни есть стихотворение у сергея никто не знает подвиговые я никогда не видела чтобы она молилась она всегда была только в работе пекла варила и всегда были люди общее молитвенное правило было на первом этаже по 10 12 человек приходила вечером те кто жили в домах по соседству правило кончалось все расходились после правила матушка ложилась тут же спать а часа в четыре поднималась и шла наверх к себе в келью и оставалась там до 8 9 часов это все что я знаю я козочку доила приду 8 часов наверх посуду помыть у нее еще закрыты двери я постучу она откроет а как она молилась никто никогда не видел и чё так у нее в руках никто не видел и нам она говорила чтобы чё так в руках никто не видел а чтобы она днем молилась или псалтир читала никто никогда не видел когда матушка постриг приняла отец виталий сказал ей правило будешь исполнять в уборной правило небольшое ей дали потому что по 40 50 человек всегда была в доме каждый день и на четырех ведерную кастрюлю борща варила после войны столько людей уже не приезжало а когда матушка слегла то я стала варить борщ уже не 4 ведерную а 2 ведерную кастрюлю так и отец виталий никто не знал как он молился бывало лежит едва дышит отец виталий вы больны нет я здоров встал и пошел дрова носить отец виталий в горах жил с другими отцами а когда отец серафим романцов умер их с гор вызвали в сухом служить в храме однажды привели четверо мужчин женщину бесноватую как они матери божией подойти не может рвет все на себе отец виталий был на хорах спустился положил руку ей на плечо говорит сейчас отец николай придет молитвы почитает отец николай тогда в храме служил а сам уже бесноватую эту исцелил а все думали что отец николай ее исцелил сколько он служил все подарки ему возили отец виталий никогда не выдавал себя не выказывал своих подвигов и добродетелей читает евангелие глаза закроет по памяти так точная матушка никто не знал ее подвигов как она молилась какие подвиги несла духовным отцом ее был вначале архимандрит серафим романцов а когда отец серафим скончался тогда взял ее в духовные чадо отец виталий многие говорили о себе духовное чадо духовное чадо тысячи людей приходили к отцу виталию и он давал им советы а матушке говорил не то духовное чадо кто меня нашел а то кого я нашел я тебя сам нашел ты меня нашла и я тебя нашел на те цвета ли всегда носил большую икону божьей матери на груди потому говорили что отца виталия живет матерь божия схему ей дал отец рафаил берестал и стал ее духовником матушка начала плакать отец виталий от меня отказался потому что я от него отказалась и попросила отца рафаила чтобы он передал ее назад отцу виталию тогда только она успокоилась как-то жил у нас архиерей сидит он со своими прислужниками в трапезной а матушка берет кастрюлю с остатками пищи и начинает при них пальцем вылизывать ей прислужники говорят матушка что вы делаете владыка же она но что такое я делаю потом ее спрашивают мать что они тебе там говорили да ругали меня а что я делала кастрюлю пальчиком вылизывала каша там было или что мать больше они тебе ничего не скажут любила немного поеродствовать такая была у нас матушка раз говорит мне выйди потому что мне надо помолиться тот-то просил тот серьезное дело бывало зайду в комнату она сразу четки прячет а то потеряет четки найди мне четки найду она сразу их спрячет в руках у нее четок никогда не видели тут и литургии совершались у матушки был антиминц перед тем как принять схему она отдала его отцу иоанну хранился в нее комнате где икона божьей матери была дара носятся запасные дары когда матушка жива была я вообще никуда не ездила родственники приезжали ночевали в доме у натальи пойду к ним матушка вслед недолго а то я буду плакать как-то отец и она благословил матушку приехать в одессу чтобы глазки полечить но было уже поздно она говорила я знала что мне ничего не поможет но благословение старчика надо было исполнить знала что я уже не буду видеть приезд в абхазию а как в то время люди приезжали в абхазию например как вот матушка с украины в абхазию пути господни неисповедимы матушка говорила приду храм а там еродивы все приговаривает я поеду цветущую грузию потом собралась десять семей отправились в абхазию которая тогда была частью грузии приехала десять а осталось только две семьи все остальные вернулись назад как-то матушка тогда еще не матушка девочка заболела ничего и стало не надо взяла молитва слов евангелия говорит господи если я тебе нужна то ты мне приснись ночью снится ей открывается дверь и входит господь она кричит мама мама к нам бог пришел а матушка веселая была любила шутки господь и говорит ей ты не унывай и все будет хорошо а на нитку брала и гадала сколько жить будет матушка родом из черниговской области бахмарский район село мечанки и супруг ее отец диакон родом из черниговской области из того же района только села разные а познакомились они в луганске он там служила она работала так и жили они в луганске и было у них уже двое детей построились дом такой большой выстроили внизу сарай курятник а сюда приехала когда уже уверовала сначала мерхиули жили они пять лет на квартире а потом купили этот дом григорий сначала работал на грейдере потом стал и по диаконом а потом диаконом голос и дикция у него были замечательные служил в соборе и за все время пока служил ни разу не сел когда был уже парализованный отец пантелейман пришел его соборовать читает евангелие отец григорий пытается встать хотя и не может пришлось ему смириться бывало матушка ему говорит да сядь что ты стоишь а он хорошо хорошо сяду сяду а сам за плечами у нее продолжает стоять он больной уже был а матушка уже не видела история с рисом во время войны грузино-абхазской 1992 93 года у матушки был необыкновенный рис такой белый длинненький красивый и вот этот рис не убывал пока шла война возьмем сколько-то в следующий раз приходим а рису не убавилось и так питались этим рисом всю войну когда же война кончилась матушка насыпала этого рису двухлитровую банку чтобы сохранить как реликвию жил неподалеку в затворе отец пантелейман ему надо было занести продукты посылает матушка за рисом приносим открываем банку смотрим а рис банки испортился как манна которую господь заповедал есть в волю но только в течение дня как и у вдовы в сарепте седонской не убывала мука и масло по молитвам пророка или и так и с этим рисом пока была нужда и его употребляли пищу он не убывал а как уже было что кушать и рис стали просто хранить он и испортился отец виталий говорил матушке а она нам не оскудение обители не может быть оскудение этой обители старится утешительница а к матушке можно было прийти побеседовать матушка уже не видела но еще выходила сама во двор знала все ходы выходы однажды пришел сергий матушка говорит я не могу его принять у меня сил нет передаю ему сергий матушка не может тебе принять он уходит удрученный как туча приговаривает ветром гонимый солнцем полимый никому я не нужен только вышел за калитку матушка вышла из дома где он верни его вернулся по был у матушки три минуты или пять вышел как на крыльях летит мы еще увидимся матушка что вы ему такое сказали спрашиваю сказала только езжай домой к семье а у него семья была жена дети и он оставил их чтобы спасаться так как жена была неверующая ты не спасешься если уйдешь от семьи надо спасаться вместе с семьей иди домой к жене к детям и спасайтесь вместе дала она ему своей любви немного и он полетел как на крыльях так и всегда было приходили к ней разбитые унылые а уходили цветущие приходили и такие которые не могли долго говорить с матушкой дух не тот немного посидят с ней и порываются уже уходить но все матушка я уже пошел она хорошо хорошо а сама держит за руку не пускает матушка я уже вас утомил а она все молится потом говорит но все можешь идти значит уже успокоился а молодежь придут все свои секреты расскажут кто кого любит кто что хочет она всех утешала пришел один молодой человек абхаз матушка помолитесь я в армию иду чтобы моя девушка замуж не вышла потому что я ее люблю но если она твоя туда ждется а если не твоя матушка помолитесь потому что я не переживу если она выйдет замуж за другого пошел он в армию месяца через четыре девушка замуж вышла матушка я же вас просил молиться я же тебе говорила что если она твоя то будет ждать тебя а если не твоя то как может ждать женился он в 34 года матушка сказала ему что невеста появится у него невзначай не будет искать и найдет так и получилось поехал в москву к родственникам там у двоюродной сестры была подруга говорят ему такая девушка хорошая давай познакомим познакомились и поженились и уже сынок есть матвей мама украинка отец абхаз а матушка по украински говорила нет по-русски с украинским акцентом а людей она принимала это благословение такое было у нее или так само собой получалось люди шли то один батюшка направит то другой то отец иоанн то отец игнатий да и просто люди слышали что есть матушка такая приходили и беседовали иногда по часу 23 как-то пришел николай из эшеры сидит с матушкой разговаривает а мы должны были пирожки печь каждый день пекли пирожки или через день кто их ел не знаю тесто уже переваливается через верх кричу матушка матушка а она все беседует с ним он никак не поддается не может вылить души своей беседовали они беседовали потом матушка приносит бутылку наливает ему 100 грамм мэр общем тесто переливается матушка сидит с каким-то николаем она видела что с ним что-то происходит а высказать не может налила ему 100 грамм у него язык и развязался и он открыл что хочет покончить жизнь самоубийством что-то у него случилось что уж она ему сказала только он вылетел как на крыльях так бывает когда к старцу идешь да ничего не спрашиваешь ничего не говоришь а выходишь все проблемы решены звонят потом матушка все хорошо спаси господи она да я-то причем я ничего это тот-то помолился да да матушка хорошо знаем кто помолился кончина праведницы матушка умерла 21 октября 2012 года сразу после похорон все кто я знал говорили чувствуется что матушка рядом перед смертью дня за два приехала из москвы одна раба божия золотушка ее называли а матушка уже никакая говорить не может ничего не может я приехавшую не пускаю она я же специально к матушке приехала из москвы говорю есть садись на табуретку и мысленно говори с матушкой сидит она и сильно ропчет что мы ее не пускаем а сама мысленно к матушке обращается вдруг матушка золотушка матушка я тут матушка говорит ей через два дня я выздоровею и ты придешь ко мне она через день или два уже должна уезжать пришла опять села на табуретку и опять с матушкой мысленно беседует и опять слышит через два дня я выздоровею и тогда приходите ко мне все она знала когда умрет я не могла поверить что матушка может умереть а как она умерла тихо спокойно ночью субботы на воскресенье 20 минут первого было мы были при матушке я и людмила матушка раньше говорила надежду монахиню призовешь и вместе с ней меня облачите я позвонила надежде она что там да ничего призвала матушка тебя уже и мы вместе с ней матушку облачали а панихиду служил отец нектарий он целую неделю тут был соборовал ее причащал пятницу причастил субботу хотел причастить но она уже не могла проглотить частичку хотел было ехать матушке серафиме на службу говорит я рано приеду но не поехал и матушка в эту ночь умерла сейчас приехал в сухум можно побывать на могиле матушки на кладбище у михайловки с северной стороны преображенской церкви в оградке две могилы матушки и ее мужа архидиакона григория скончавшегося на тридцать седьмой день после своей блаженной супруги на крестах надписи монахиня ольга мищенко в схеме виталия годы жизни 18 февраля 1928 года 21 октября 2012 года архидиакон григорий мищенко годы жизни 27 апреля 1932 года 27 ноября 2012 года матушка учила меня воспоминания про таерии владимирская область записанная в июле 2015 года как я попал к матушке я крестился в 1982 году в 30 лет первое время продолжал вести мирскую жизнь а в храм то стал ходить только через год первое время не знал даже в чем исповедоваться а спустя еще год когда я еще больше бога веровал решил ехать горы к старцам чтобы поучиться вере куда же за этим еще ехать мне рассказывали что на кавказе в горах есть подвижники молятся подвязаются а что кто об этом у меня никакого понятия не было собрался уже так просто ехать искать я был мастером спорта по туризму по горам бегал и абхазские горы мы и за горы не считали один знакомый который бывал сухуми сказал мне что есть там такое место на улице казбеги где могут показать куда нужно идти это произошло дня за четыре до выезда готовит собрался ехать вообще в никуда а дня за два другой знакомый говорит пойдем у отца кирилла благословения спросишь провел меня в алтарь успенского собора в троице серьгиевой лавре вот так и так говорю поеду на казбеги а старец отвечает ну хорошо поезжай поезжай поможешь там а дальше как получится это думал сразу по горам а нет вот так так по слову старца и оказалось было это 1984 году приезжаю к матушке ольги у матушки как раз места не было и она меня отправила через дом где жили два семинариста а читал то я в основном только аскетику а лестницу прочел аву дорофея у меня только такие были понятия спрашиваю их они вообще не знают об этом я и думаю как с ними жить если они ничего не знают ничего не читали а матушка мне и говорит василий я тебя отправила и у меня всю ночь сердце тебе болело иди сюда вот тебе диванчик на входе спи здесь и я на этом диванчике спал мы с матушкой и печки клали и чего только не делали целый день то одно то другое до вечера вместе читали утренние молитвы вечерние молилась матушка по простому наизусть очень много молитв знала знала иисусову молитву ее научили молитве глинские старцы она говорила вот мне говорили то меня учили так ко мне матушка прониклась доверием и учила меня о просфоре а у меня тогда еще такие приблизительные понятия были о благочестии кто тогда нас учил храм я почти что не ходил я например считал что просфору можно есть перед каждой едой и вот как-то вечером спрашиваю матушка можно просфорку она ты что вечером просфорку ешь я-то считал что так можно она ну 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 она обычно если говорила то не повторяла много раз расскажет если человек воспримет хорошо нет что ж она меня так отучила ногу на ногу класть рассказала потом стала спотыкаться мою ногу а потом когда я уже освоился стала палкой бить и после палки отучился наконец и вот однажды она спустилась от своей келейки где-то час уже был глаза заплаканные говорит пойдем посмотришь что я тебе покажу в тот день она с утра возилась что-то делала по дому готовила еду и только в час стала читать утренние молитвы налила воды замочила просфору четвертушку пока читала молитвы просфорка размачивалась читает утренние молитвы и в нее на глазах края просфоры по разрезам покрылись кровью на миллиметр совершенно красными стали позвала только меня и отца григория показывает и говорит вот хочешь я отвечаю я с утра уже что-то поел тогда я сразу понял для кого это было показано после этого у меня вопросов никаких не было у меня была привычка всегда спрашивать что где когда как должен был со своим разумом согласовать я же все-таки физик теоретик а тут у меня все вопросы прекратились блаженный лёня когда я в первый раз был у матушки ольги у нее жил лёня инвалид от рождения ножками он не ходил а возили его на коляске был он блаженным и часто его предсказания сбывались и матушка бывало спрашивала у него жил он на первом этаже и была у него в келейке натянута веревочка а на ней висели колокольчики один раз утром мы с матушкой пошли в храм а леню она закрыла в комнате она не всегда брала его с собой в храм когда мы вернулись из храма оказалось что колокольчики пропали матушка спрашивает леню где колокольчики он отвечает тут мальчишки какие-то прилетали и забрали он ругался на них а матушка сказала что это были ангелы блаженный борис приезжал к матушке с украины раб божий борис также от рождения калека ручки и ножки короткие у него были так что не ходить сам не мог ничего не мог сам делать молитв много он знал наизусть даже целые службы голос хороший был у него матушка про него рассказывала что один раз он молился и изливал скорби своей перед богом за что мне такие мучения ему явился христос и говорит борис я могу хоть сейчас сделать так что ты будешь с руками и ногами но тогда ты не сможешь быть со мною в раю а если ты с благодарностью претерпишь то со мной навеки будешь борис ответил благодарю господи пусть я останусь какой я есть секрет матушкиной каши кормила матушка очень много народу раз к ней приехали с украины из других мест она сварила огромную кастрюлю рисовой каши на два ведра а варила она рисовую кашу очень простую вода соль рис и чуть-чуть сахара вот едят всей расхваливают спрашивают матушка скажи рецепт она молчит а мне на ухо говорит я когда воду наливаю крестом наливаю и говорю во имя отца и сына и святого духа и когда рис насыпаю тоже крестообразно и с той же молитвой и когда соль и сахар вот и весь секрет вкусной каши в горы в тот раз я у матушки полтора месяца пробыл за это время только два раза видел море и в горы ходил два раза там разного странного народа было сколько хочешь матушка потом говорила я тебя очень долго боялась пускать горы боялась что ты посмотришь на все это и вообще отойдешь от веры матушка так настроила меня люди разные там а у меня тогда ревность большая была первичная благодать но поскольку мне было интересно благословила и в горы первый раз меня так нагрузили даже на плечах от лямок вмятины остались рюкзак килограммов на 50 а сверху еще линолеум какой-то монахини надо было покрыть келью если бы я сел тоже не встал бы здоровье то было матушка говорит у нас такой еще василий был он тоже нож и носил а теперь у него ноги болят когда я второй раз пошел то с этим василием встретился у отца гавриила как матушка приехала в сухум замечательная история и и приезда в сухум она приехала из луганска там какой-то еродивый ей говорил что вот матерь божия тебя ждет сухуми она такая решительная была у них семье был матриархат муж был у него полном послушании до двое детей характер у матушки очень сильный был вот она и говорит все собираемся поехали куда как непонятно вещи в контейнер загрузили отправили сняли жилье живут какое-то время работы нет деньги кончаются отец григорий шахтером был раньше делать нечего пошла матушка заказывать контейнер чтобы ехать назад приходит на калитке висит письмо в котором написано примерно так ольга тебе нет благословения уезжать из сухума оставайся здесь подпись архиепископ зеномий она тогда еще не знала что это был почерк отца виталия еще не была с ним знакома и вообще ни разу не видела его а познакомилась с отцом виталием позже вот так я познакомилась с отцом виталием говорила она еще про него ничего не знала а он уже узнал что она хочет уезжать письмо ей написал трагическая смерть дочки она рассказывала еще как у нее дочка погибла надежда погибла у нас тут в костина под москвой близ современного королева она училась медицинском техникуме и пела в первом хоре в лавре у отца матфея у нее голос был хороший и захотелось ей замуж выйти а матушка хотела чтобы она монахиней было надежда говорит я хочу как вы пожить а потом уже в монахини матушка говорила потом это из-за меня она погибла она молилась чтобы дочка была монахиней в то утро надежда пела в хоре поисповедовалась а днем ее машина сбила а матушке было видение она рассказывала вижу будто я иду по крыше и держу за руку дочку крыша крутая и вдруг она у меня выскальзывает из рук и падает вниз уходит от меня я начинаю кричать молиться матери божий и вдруг она опять возвращается ко мне в руку матушка считает что она ее смогла вымолить и когда отпевали надежду михайловки певчие почему-то сами не зная почему пропели монашеское отпевание причем было слышно два хора хотя пел один ангельский хор пел был еще у матушки сын алексей с ним у нее не было такой близкой связи об отце виталии тогда в сухуме было огромное количество монахинь монахов кого-то власти разыскивали кого-то ловили среди монахинь отец венедикт схерхи мандрит виталий был большим авторитетом вот отец венедикт сказал то или то в общем была такая в то время романтика когда я ездил к матушке ольги отец виталий был уже в тбилиси она к нему ездила и все хотела меня взять к нему но мне не довелось его увидеть матушка тихона которая сейчас живет на псу очень много рассказывала про отца виталия она была келейницей у будущего патриарха или в течение 10 лет когда он был митрополитом сухумским и патриархия была в сухуме как раз тогда и отец виталий находился в сухуме и служил соборе матушка тихона рассказывала придет отец виталий епархиальное управление сядет и молчит сам не разговаривает никогда почему не разговариваете потому что они меня ни о чем не спрашивают он немножко и родствовал раз залез на дерево и стал в одну сторону водой брызгать все смотрят удивляются зачем он это делает ничего так надо а потом говорили что в той стороне пожар был и вдруг раз и погас был такой алексей теперь иеромонах в троице-сергиевой лавре он как-то сорвался и ногу повредил и его послали к отцу виталию он там прожил месяц рассказывал интересный случай у отца виталия ванная была где он омывался однажды омылся а воду не спустил в это время его послушница мария и прочее привезли прокаженного и в эту ванную опустили и у него проказа прошла после этого отец виталий всегда спускал воду отец виталий говорил алексею что вы все там читаете газеты у меня есть четки и я знаю все что в мире происходит источник он хотел жить и умереть странником воспоминания об иеросхимонахи алексей данилове